СДС В свою очередь, лидеры племен заявили, что столкновения вспыхнули из-за того, что они долгое время были лишены своих нефтяных богатств после того, как курды, поддерживаемые Соединенными Штатами, взяли под свой контроль крупнейшие нефтяные скважины Сирии после ухода ИГИЛ. Лидеры племен жаловались, что их землями пренебрегает в пользу территорий с курдским большинством. Самое опасное то, что боевые действия уже не ограничиваются ДРС Зором. Насилие достигло Аль-Хасаки и распространяется на Раку, Тель-Абьят, пригороды Алеппо и окраины Манджиба на северо-западе, сообщил телеканалу Аль-Джазира Абдель-Басид Абдель-Латиф, член оппозиционной сирийской национальной коалиции. Аль-Дей-Ри сказал, что боевые действия вынудили многих мирных жителей покинуть свои дома и двинуться в деревни, находящиеся под контролем арабских племен. Тем временем большинство шейхов-племен продолжают отвергать диалог с СДС, особенно после того, как они атаковали арабские деревни, дома и жилые районы, сказал Абдель-Латиф. Нужно отметить, что так называемые сирийские демократические силы состоят из части курдского населения, придерживающегося марксистских взглядов. Они являются ярыми противниками и борцами против тех, кто соблюдает ислам, даже если они из числа курдского народа. По словам местных активистов, арабские племена контролируют участки земли, простирающиеся до границы с Ираком. Но имея лёгкое оружие для борьбы с бронетехникой, танками и снайперами СДС, они, возможно, не смогут долго удерживать эти районы. Напомним, что курдская организация СДС является врагом номер один Турции в Сирии. Поэтому президент Турции Реджеп Таип Радаган поддержал арабские племена. Арабские племена являются настоящими и реальными владельцами этих земель. Ни РПК, ни СДС не являются хозяевами этих мест. Они просто террористы. Объединение и борьба арабских племён представляет собой достойную борьбу. Мы сделали и делаем необходимые предупреждения странам, с которыми имеем дело по этому вопросу. Таким образом, для Турции складываются хорошие условия для борьбы с организациями, которые она считает террористическими, руками арабских племён. После прихода к власти в США команда Джо Байдена, она не может позволить себе проводить вооружённые операции против антитурецких организаций, как это было при президенте Трампе. Ума-класс — это самые добрые учителя. Ума-класс — это огромная сокровищница знаний. Ума-класс — это школа с IT-технологиями. Ума-класс — я научился искать ответы на любые вопросы. Ума-класс — я научился говорить на разных языках. Ума-класс — я научился думать. Ума-класс — я нашла первых друзей. Записывайтесь в Ума-класс — школа своей мечты.